Минская юность Андрей Антонов, Евгений Ногачев и Егор Мажуга. Плюс нападающий Максим Мальцев. За Рубин он не выступал, но является уроженцем Тюмени, где и начал хоккейный путь. Точку в сезоне юность поставила дома, дожав соперника в дополнительное время. 3-2. Голом в этом матче отметился и Антонов, который как капитан первый поднял кубок над головой. Именно в пятом матче как раз таки нам удалось забить голы вовремя, да, и большое количество, чтобы матч довести до победы. Скорейшего продолжения сезона ждут игроки МФК Тюмень. В сложившейся ситуации им приходится тренироваться дома. Рекордсмен сборной России по мини-футболу Иван Милованов физические нагрузки выполняет ежедневно на протяжении 30-40 минут. Мы фокусируемся на укреплении всего тела, профилактике травм и развитии высокой производительности. На заседании бюро исполкома Ассоциации мини-футбола России было принято решение приостановить проведение чемпионата страны по футзалу до 31 мая. Соответственно, игроки МФК Тюмень, выступающие в Суперлиге, а также их дублеры соревнующиеся по вышке, не смогут провести официальные матчи до конца весны. В связи с мировой пандемией сейчас невременно для футбола, ведь мы играем для болельщиков и зрителей. Сейчас самое главное – здоровье и жизни людей. Поэтому перенос официальных соревнований считаю правильной и необходимой мерой в данный момент. Федерация выженных гонок России опубликовала комплексный зачет среди регионов за минувший сезон. Он оказался неполным. Финальные этапы Кубка мира и чемпионат страны отменил коронавирус. Зачет возглавил Татарстан. Второе место заняла сборная Архангельской области. Команда Тюменской области стала третьей в рейтинге. Только на Кубке мира в минувшем сезоне выступали семеро сибиряков. Это Глеб Ретивых, Денис Спецов, Иван Якимушкин, Евгений Белов, Ольга Кучерук, Екатерина Смирнова и Анна Грухвина. Апрельский приказ Министерства спорта Российской Федерации о присвоении звания мастера спорта был посвящен в том числе и тюменскому дартсмену. Вторым сибирским метателем дротиков, выполнившим необходимый для получения разряда норматив, стал Александр Неваев. В его копилке множество медалей всероссийского уровня, а также опыт выступления на международном уровне на отборочных турнирах чемпионату мира в Москве. Последним крупным событием в мире отечественного Дарса до всеобщего карантина стал чемпионат Уральского федерального округа в Тюмени. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова